Дейнерис, бубророждённый, продолжает губить колонию бобров. Пока не очень успешно, но я думаю, что я справлюсь. Значит, что у нас тут происходит? Часть бобров отъехала, потому что кто-то отъехал от старости, а кто-то от голода. В прошлый раз. В этот раз мы попробуем что-то успеть накопить. Но что-то как-то пока копится не очень хорошо. Объективно. Объективно. Вот картоху мы там с вами надыбали. Полив достаточный, написано. Достаточный полив у картофеля. Что не может нас, естественно, не радовать. Что-то у нас ещё есть. Что-то у нас ещё есть. Что-то у нас ещё есть. Брёвна есть, картошки не хватает. Короче, жареную картоху мы сейчас ещё тут будем с вами ковырять. И понемножечку у нас начинают вырастать и перезасаживаться заново ресурсы. У нас есть специально обученный лесничий, который всем этим занимается. Что не может нас, опять же, не радовать тоже. Правда, дерево, конечно, надо бы где-нибудь ещё подковырять. Но я думаю, что мы другую плантацию сделаем. Вот эту надо будет опустошить. Ягоды будут оставлены исключительно. Я, кстати, почему-то не могу их засаживать заново. Видимо, не умею пока что. Может быть. Значит, мы вот это вот оставим на чёрный день. Потому что чёрный день обязательно придёт. И сегодня наша задача попробовать выйти на механическую мастерскую. И построить хотя бы парочку больших резервуаров, наверное. Для того, чтобы нормально так запасти в них водички на будущее. Ну что ж, поехали посмотрим, что из этого получится. Текс, 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 текс. Кстати говоря, дорожка наша, смотрите, осталась здесь. Осталась здесь дорожка. Понемножечку они пытаются здесь что-то, кстати говоря, возводить. Можно там возводить другие постройки. Но мне бы хотя бы эту возвести. Мне просто интересно, что из этого получится. И ещё я хочу разобраться, может быть, с мостами или чем-нибудь ещё. Для того, чтобы ходить дальше. Изолированные постройки, да, продолжают у нас тоже, кстати, иметь место быть. Я хочу открыть платформу. Посмотреть, что такое платформа и как она работает. То есть это то, что я думаю. Типа можно вот так вот сделать второй уровень и, значит, что-то там делать. Или это не то. Поэтому пока я этого... Пока я без понятия, но скоро мы это выясним. Ещё надо бы подвырубить, кстати говоря, кое-чё вот здесь. Мы сейчас поставим здесь для посева черники. А-а-а, я понял. Чернику сеет этот. Лесничий сеет чернику-то. Вот он у нас что-то. Вот-то оно что-то. Чернику-то сеет лесничий. М-м-м. Проблема. Так, лесничий у нас... Вот он. То есть я думаю, что у меня проблемы с черникой. А у нас где-то лесничий. Для того, чтобы сеять чернику. Значит, ну давайте поставим, блин, лесничий где-нибудь как-то такое поставить, чтобы желательно до всего хватило. Ну, в общем-то, вот здесь вот его до всего хватит, и он не будет плодородную землю с собой засирать. Хватит его? Ну да, в принципе, его хватит. Значит, мы сейчас высадим здесь на чёрный день плантации черники. Такой вот у нас будет план. Поставим здесь лесничего. И может быть даже... Не, наверное, леса не будем всё-таки. Я хотел, может быть, ещё леса здесь забахать. Хотя можно и забахать немножко леса. Пусть здесь ещё немножко лес растёт. Поставить здесь всё-таки ферму дровосеков небольшую вот такую. Да, наверное, всё-таки сделаем. Рубка деревьев. Да, рубка деревьев у нас здесь и так уже есть. Давайте выделим ещё зону. Где мы будем рубить деревья. Давай, ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Везде здесь будем рубить деревья. Где найдём, там и вырубим. Так, что дальше у нас? Значит, моркоха. Блин, нам надо больше моркошки. У нас её не очень много. Картоха тоже у нас. Картошка, немножко картошка есть под жареной. Да, да, жареная картоха у нас тут есть. В складе есть ещё немножко жареной картохи. Это мы тут сажаем, убираем, вырезаем. Это зашибись. Но я думаю, что леса на самом деле недостаточно. Хотя, может, и хватит. А, вот сюда, кстати, уже начали что-то тащить. Ну ладно, давайте пока подождёмся. Пока подождёмся. Водички нам вроде как хватает. А вот с жратвой прям всё не очень здорово. Да, с жратвой прям всё не очень здорово. Чувствую, нам надо будет ещё больше. Сделать здесь поля. Наверное, надо избавиться вот от этого будет сейчас. Так, где там эта штука? Нет, вот эта штука. Я думаю, что нам надо выделить ресурсы под снос вот эти вот. Просто убрать их вообще отсюда. Вместо этого тогда протащить дорогу. И вот в этих вот штуках сделать ещё дополнительно поля. Я думаю, что поля с моркохой здесь прям вообще хорошо зайдут. Так, 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 так. Морковь. Значит, морковь мы посадим вот сюда. Ещё дополнительно посадим вот сюда. Если здесь пойдёт дорога, значит, мы вот сюда посадим тоже морковь. И вот сюда давайте тоже посадим морковь. Я много моркови захотел резко. Если у нас ещё будет лесничий, он нам высадит всякого вот здесь вот хорошего. Да, я думаю, что мы заставим ещё лесничего посадить немножко черники. Так, вот здесь вот он нам посадил ещё немножко черники. Этот самый лесничий. Значит, заставим его высаживать здесь плантации черники. Всё остальное, я думаю, что мы вырубим. Эту штуку мы отсюда уберём. Значит, тут плантация черники, там плантация черники. Не, ну, с другой стороны, как-то жалко, наверное, если у нас черника не будет собираться всё это время. С одной стороны, на чёрный день её оставить – это хорошая идея, потому что она не высыхает в засуху. С другой стороны, мы тогда теряем производственный цикл. Мы могли её уже накопить и оставить. А так она у нас эта самая. В общем, не ясно. Не ясно, как сделать лучше. Но то, что здесь надо было высадить немножко моркови – это 100%. В этом у меня нет никаких сомнений. Также в том, что здесь нужно лесничество. И после того, как здесь будет лесничество, мы ещё посадим сюда чё-нибудь такое, прям... Чтобы брёвен прям был до хрена. Прям вот сюда вот хочу посадить. Да, прям вот... Пусть этот лесничий здесь засаживает всё на предмет брёвнышек. Куда тебя, кстати, хватает-то лесничий? Где-то, кстати, есть. Ну, может, его туда и не хватит. Ладно. Вот так вот мы будем делать всякую зелень. Зелень зелепуху будем делать вот сюда. Значит, здесь мы перезасаживаем. Здесь мы перезасаживаем, здесь мы убираем. Значит, бобрики у нас попёрли, их сюда хватает, туда уже нет. Значит, здесь у нас морковь сажили. Ну, надеюсь, она успеет вырасти. Потому что моркови у нас не очень много. Но я надеюсь, что... Делать морковный склад... Я хочу, чтобы здесь лежало 200 моркови. Желательно. Не знаю, будет ли здесь 200 моркови, но желательно, чтобы она здесь была. Остальное там пусть по своему усмотрению делают. Здесь у нас всё перезасажали. Здесь у нас не хватает... Брёвен. Как ни странно. Не удалось получить себе необходимый материал. Не удалось получить, потому что дороги нет. Воды у нас 300. Ну, не сильно это много, конечно. Но лучше, чем ничём. Блин, ну и довольно много черники. Вот, не знаю, оставлять чернику или не оставлять чернику. Блин, такие плантации черники... По факту... Будут уходить совершенно напрасно. Жалко. Жалко. Такие плантации черники. А что у нас с домами, кстати? Так. Ну, дома есть, в принципе, вполне все свободные. Дай-ка мы поставим ещё один пост этих самых. Пост этих самых. Рубка деревьев. И поставим вот здесь вот, чтобы эти все деревья были вырублены. Болемена гуя. Болемена гуя. И поставим здесь пост, значит, дровосеков. Вот сюда. Чтобы болемена гуя всё здесь нахрен вырубило. Блин, с брёвнами у нас проблемы. Мне нужно ещё какое-то место, где мы будем эти брёвна выращивать. Наверное, вот здесь. Болемена гуя, потому что по-другому... Да, болемена гуя. Значит, вот этот вот пост нам надо отсюда убрать. Я думаю, что этот пост надо будет перенести, например, вот сюда. Дальше. Белемена гуя мы сразу поставим... Как-нибудь вот так дорогу. Куда-нибудь уходящую вот туда. Например. Так, насколько тебе хватает? Тебе хватает вот, строго говоря, вот досюда. Ну, тогда вот всё вот здесь мы сейчас, наверное, возьмём и пока засадим деревьями. Какими-то. Может быть, сосной. Двенадцать растёт. Каштанами. Иначе каштан даёт дополнительно. Это кленовый сироп. Сосна даёт самолу и два бревна. Давай мы, наверное, сосну ещё вот сюда вот делаем. Делаем вот сюда сосну. И вот сюда куда-нибудь. Пусть у нас здесь будет такая роща. А, вот там даже ещё. Вот досюда можем доделать. Ну, хорошо. Значит, а здесь пусть у нас растут каштаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Проблема. Проблема, проблема. Проблема, проблема. Мы не успеем это построить. Никак вообще. Значит, ну, во-первых, нам надо включить назад насосы. Только тут некому будет на них работать, походу, да? А, нет, ребята пришли. Значит, мы включили назад насосы. Эх, теперь нам надо ещё больше воды. Сколько будет? Сколько в этот раз будет? Хрен его знает. Я пока вижу, наверное, как-то вот так. Решительно непонятно, сколько будет засуха. По идее, каждая следующая засуха будет поинтереснее, чем предыдущая засуха. Поэтому. Чернику пока... А, чернику пока оставим. Они уже голодают. 96%. Блин, ну, желательно, конечно, чернику пока не собирать. Желательно. И оставить эту белименагуи на будущее. Ну, вообще, у них не очень всё здорово, конечно, получается. Прямо вообще не здорово. Просто не хотелось бы, чтобы кто-то сейчас сдох. Вот чего не хотелось бы. 98% про адрес. 92%. Ну, мы успеем собрать довольно неплохо жратвы. В общем-то. В общем-то мы успеем собрать. Сейчас, правда, есть вообще нечего. Просто совсем. 97%. 98%. А, ну вот здесь уже начали собирать. Здесь уже начали собирать. Ну, тогда, наверное, 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 пока что я не буду давать им чернику. Рискну. Рискну немножко на чернику. Надеюсь, они не отъедут от голода. Вроде не должны, потому что здесь морковь уже пошла. Это будет мой стратегический резерв. Так, черника-саженец. Черника-саженец. Так, черника-саженец. Значит, тебя надо убрать отсюда. Убрать тебя надо отсюда. Здесь нам надо будет перезасеять всё. Нет, не здесь. Перезасеять всё морковхой. А после того, как мы уберём отсюда черника-саженец, нам надо будет поставить здесь ещё дорогу вот такую. Но пока меня интересует вода. То есть у нас всё должно быть забито просто полностью. За водой. И желательно нам бы ещё достроить. 380 воды. Хватит нам, интересно. Моркошки. Блин, моркошки что-то не очень много. Они даже не успеют собрать, походу, всё. Два дома. Да, на это всё не успеют собрать. Так, на вход нужны доски. А, доски и энергия нужна. Он, кстати говоря, передал ему немножко энергии. Её, правда, немножко не хватает. Вообще не хватает. Вот интересно, он чуть-чуть хотя бы будет работать? Или пока ему недостаточно энергии, он вообще работать не будет? Видимо, да. Видимо, второе. Совсем не будет работать. А не, смотри, чуть работает. Потому что он даже немножко шестерёнку успеет доделать. Ну, двадцать шестерёнку он не успеет явно за 0,8 дня доделать. Ну и, блин. Фермерский дом. Ну, они не успеют нихрена собрать. Сейчас придёт засуха и всё это погибнет. Да, погибнет всё вообще. Ну, по крайней мере, воды у нас до хрена. Но то, что погибнет, это однозначно. Ладно, но если мы возьмём сейчас платформу... Открыть платформу. Ну да, допустим, я хочу. Как это работает? Ну-ка, мы сможем туда попасть, на эту платформу? Здесь я вот так вот лесенку поставлю. Я просто хочу понять, это так работает, как я думаю. Ну-ка, так, поставим сюда дорогу. Сюда поставим платформу. Чисто просто любопытно. Заработает у нас этот дом, если я сделаю вот так. То есть, потому что по-хорошему получается, что мы можем склад на склад делать. Вот здесь, если захотим. Там ещё какие-то такие вещи. Там дом на дом вот здесь. Только нам надо будет как-то лесенку протянуть. Чтобы здесь ходить можно было. То есть, они под низом, по идее, под этими сваями должны вполне себе спокойно проходить. Ну, в теории. Так, воды у нас здесь до хрена. Воды у нас здесь до хрена, но производительность очень низкая. То есть, он эту одну шестерёнку будет делать до послезавтра. Жратва есть, но собрать её не получается. То есть, на будущее, чтобы нам успеть собрать сток с жратвы, нам по-хорошему нужен будет, наверное, несколько фермерских домов. Дополнительных. Несколько фермерских домов. Расположенных, которые мы будем подключать, когда будет уже готово всё. Я это, наверное, так вижу как-то. А, ну то есть, тебя только не хватает. Блин, ну как-то ещё так расположен должен быть этот фермерский дом. Чтобы его на всё хватало. Это, кстати, проблема. Ну или с другой стороны. Один можно поставить вот здесь. Второй можно поставить вот здесь. Кстати говоря, может мы успеем их построить? А, сколько? 0,4 дня? Ну нет, наверное, не успеем. 25 брёвен. Надо будет притащить. А брёвен у нас... А брёвен у нас нет. Ну тогда не вопрос. Значит, это на будущее только. И это только на будущее. Вопрос только, какого размера сейчас будет засуха. И сможем ли мы её, эту засуху, пережить. Ну что ж. А мы это выясним. Ускоряемся. Сколько успеют собрать, столько успеют. А где-то тут, кстати, подожди секунду. Где-то тут были такие штуки. Труд. Хижина-строитель, распределительный пункт. Да нет, это не то. Это транспортировкой. Работу строителям. Строители это тоже не то. Ну то есть заставить их больше собирать жратвы, походу, мы не можем. Но только вот водяной фермерский дом. Но это отдельная история совершенно. Ули, кстати, хочу тоже. Блин, 400 очков. Там ещё какие-то штуки на него нужны. Ну ладно, что ж, посмотрим, что сейчас будет за засуха. Каких размеров. На размеры засухи. На размеры засухи. О, а что здесь никто ничего не рубит, я не понял. А, она не выросла ещё. Окей, тогда вопросов нет. Началась засуха. А, 2,9 дня. А, ну хорошо. Я думал, засуха сейчас пойдёт вообще жопа. Но нет. 2,9 дня вроде как звучит неплохо. Ну, хотя и не очень хорошо. По идее, по идее... А, морковь, кстати, мы можем продолжать собирать. Да, и картошку можем. А, ну тогда вообще хорошо. Если мы можем продолжать всё это собирать, это вообще прекрасно. А, ну тогда подожди. Тогда, я думаю, что всё-таки ягоды мы можем начать. Я не хотел использовать, но нет. Всё-таки у нас тогда пропадает очень ценный ресурс, который можно накапливать. Я их хотел использовать прям совсем на чёрный день. Но, судя по всему, это бессмысленно. Проблема в том, что там никого нет. Нам бы туда кого-нибудь... Нам бы туда кого-нибудь подзагнать. А то у нас тут места... Места много, а ребят мало. Которые могут заниматься этим процессом. Ладно. Сейчас мы подсобираем ещё ягодок. Ну, по хавчику, я думаю, что мы должны пролезть вообще без вопросов. А вот то, что эта штука уже убита засухой, это, конечно, не очень здорово. В течение 0,8 дней у нас ещё и морковка сдохнет. То есть её бы спасли, получается, где? Расительный канал, наверное. Да, растительная башня, по идее, её бы спасла. То есть мы можем туда загружать, грубо говоря, воду и таким образом делать всякую прикольную штуку. Но на растительную нам нужны, в принципе, только доски, на самом деле. Ну, ладно. Я думаю, что переживём. Это, по идее, должны. Постройке нужна энергия изолированная. Постройке не хватает рабочих. Кому? А, этому не хватает рабочих. А мы тебе сделаем рабочих. Так, пык, пык. Значит, сажай деревья и кусты. Значит, сажай деревья и кусты. Умирает от старости кто-то там. Ну, ладно. Пока сильно больше колонию мы раздувать не будем, а то нам её прокормить будет нечем, я боюсь. Так, всё? Всё сдохло, да? Всё сдохло. Ну, надеюсь, что мы успеем на ягодах прожить. Ягоды очень долго высыхают. Это их огромнейший плюс. Прям для чёрного дня это то, что надо. Долго высыхающие ягоды прям вообще прелесть. Так, эти продолжают клепать бочки. Сейчас они как раз за это время успеют много чего здесь подделать полезного. Это всё вырубил. Ну, раз ты всё вырубил, значит, нам больше не нужно здесь. Её можно отсюда убирать. Так, бочки практически эти почти достроили. Эту штуку, кстати, достроили молодцы. Вот эти штуки пока не достроили. Ягод 113 штук аж. Вообще красота. С ягодами прям вообще хорошо получилось. Они, правда, всё равно высохнутые и того самого. Ладно, пусть эти два бобрика работают. Всё-таки ягодами мы, наверное, всё-таки будем питаться. Я думал, что, наверное, может быть и нет. Но всё-таки да. Убито засухой. Эта штука у нас есть. Что с деревом? Деревом всё плохо. Дерево у нас не растёт. Совсем. А, вот, смотри, приехала водичка. Хорошо. Это очень хорошо, что у нас приехала водичка. Теперь я хочу проверить, что будет с мостовыми конструкциями. Значит, где-то у нас тут передвижение. Ну-ка, а платформа, кстати, сюда ставится. То есть, если я по этой платформе хочу дальше переходить. Но вообще это не мост. Надо, наверное, мосты всё-таки открыть. Подвесной мост позволяет преодолевать провалы. Ну, допустим, я хочу открыть подвесной мост один на... А-а-а, были такие провалы. Или как это вообще работает? Ну-ка, подожди. Один на один. Блин, протянуть его никак нельзя. А-а-а... А какие тогда провалы он позволяет пройти преодолевать? Шесть на один. Один на один. Ну, то есть... Блин, это не то. Это вообще не то. Так, секунду. Не, ну как-то же я должен туда переходить. Ну, значит, по платформам, по идее. То есть... И строить, и переходить. То есть, если я не могу как-то по-другому это делать, то, наверное, так. Ну, потому что тогда непонятно, как ещё. Я не знаю. Опять же, повторюсь. Но мне кажется, что это как-то так должно, наверное, тогда работать. Потому что ещё несколько водных колёс по-любому можно поставить через всякие передачи. Вот это вот всё такое. Так-то это должно функционировать немножко, наверное, по-другому. Так мне думается. Ладно, давай смотреть, что у нас происходит. У нас происходит нехватка воды. И, в принципе, если бы я не стал собирать ягоды, то мы бы сейчас начали дохнуть с голоду. Всё равно пришлось собирать ягоды. Ну, то есть, в принципе, шил, ломыл. Ничего, в принципе, не поменялось от того, что мы это сделали. И от того, что мы бы это не сделали. Так что там каштаны сажал. Значит, давай-то сюда. Это сюда посадим. Так, тебе там хватает? Да, тебе там хватает. Причём до всего, походу, хватает. Ну, почти. Почти до всего тебя хватает. Ну-ка, если мы немножечко возьмём и вот так вот дорожку сюда продлим. Может, тебе вообще-то всего будет хватать? Ну, да, кстати. Значит, тогда вот сюда мы можем вот засадить ещё черники. О, нормально. Я не знаю, правда, будет ли он её засаживать. Надеюсь, что да. Так, ты что-нибудь там делаешь вообще, друг? Да, по-моему, он бы посадил новые кусты черники. Красавец просто. Она, правда, расти будет, я так подозреваю. Хрен знает сколько. А потом ещё ягоды будет давать. Хрен знает сколько. Но лучше поздно, чем никому, как говорится. Ладно, воды мы накопытили. Значит, пока мы накопытили воды, я думаю, что пару штук мы можем смело остановить. Может быть, даже больше, чем пару. Но пару точно сможем смело остановить. Теперь надо построить вот эту вещь, посмотреть, смогу ли я перейти на ту сторону. Для этого нам нужны будут ещё дополнительные деревья. И, наконец-то, построить вот эту плотину ещё. Надо тоже посмотреть, что из этого получится. Потому что у меня такое ощущение, что это одна из основ вообще происходящего. О, это, кстати, штука нормально заработала. Смотри-ка, хорош. Немножко шестерёдочка мы с вами надыбали. И ещё вот здесь вот эту штуку можно заткнуть. Так, вот это сюда. А сюда тогда можем дозасажать. Не, не здесь, а вот здесь. Так, на морковке мы, да? Тут морковку сюда досаживаем. Дозасажаем морковку. Значит, поля с морковкой есть. Это есть. Здесь у нас проходы всякие тоже есть. Две вот эти фермы. Две вот эти фермы мы сейчас доделаем, но это будет чуть-чуть попозже. Да, этот товарищ у нас начал всё высаживать. Красавец. Значит, один лесничий у нас следит за этим, второй лесничий у нас следит за полями. Вот тут и что-то даже у нас начинает вырисовываться. Вопрос, правда, сколько мы проживём ещё. После вот этого всего остаётся открытым. Сюда у нас не хватает досок и брёвен. Ну, брёвен, понятное дело. Нам нужно, чтобы вот эти вот лесоплантации вырастали. Вырастают они довольно медленно. Но я надеюсь, что сейчас всё это дело у нас перекрутится. Мы ещё на другой стороне сейчас, наверное, тоже сделаем фермы, скорее всего. И, может быть, добудем ещё немножко леса. Я просто хочу проверить, можно ли здесь переходить на ту сторону или нельзя. По вот этой вот фигне. Роль моста или фундамента? Ну, если роль моста или фундамента, то хорошо. Непонятно только... А, или, может быть, здесь есть какие-то провалы, которые невозможно по-другому пройти? То есть провалы написаны, можно через мост подвесной. Что за провал? У нас, кстати, жратва заканчивается. Вообще. У нас даже ягоды сейчас закончатся. А это только... Только вступает в какую-то... Блин. Проблемка, слушайте. Так. Дайте-ка мы приоритетик повыше поставим. Нам явно нужны ещё ребята, которые будут обеспечивать наш жратвой. Потому что иначе мы сейчас влетим в проблему. На ягодах, я думаю, что мы доживём. Но вообще-то, что здесь ничего. Это ничего, только хорошего. Для нас не несёт. Значит, воды у нас дофига. Это мы пока можем поставить на паузу. Наверное, больше развивать колонию пока тоже смысла нет. Иначе мы сейчас встрянем. Можно попробовать основать где-нибудь ещё одну и обмениваться ресурсами. Где-нибудь вот здесь, например. Но это тоже какая-то рискованная история. Я пока, наверное, не готов к этому. Надо сначала это стабилизировать. Прям нормально, чтобы они функционировали. А там дальше потом посмотрим. А чё тут у нас не хватает? О! Здесь будет расти клён. Да, мне надо явно перейти на ту сторону. Я прям чувствую, там мне будут рады. Особенно, если мы вот здесь потом какую-нибудь дорогу забахаем. Куда-нибудь. Куда-нибудь вот сюда. Отсюда куда-нибудь вот сюда. И прямо до этой зоны с вами дойдём. У нас такая зона отчуждения будет. Здесь тоже надо будет немножечко пройти. Но сначала надо будет срубить дерево. Мне кажется, где-то ещё вот здесь мы можем тоже поставить переход. Но, может быть, он нам и не пригодится. Пёс его знает. Пока непонятно. Ладно, всё это пока не достроено. Бобрики наши уже понемножечку начинают голодать. Но, слава тебе, господи, подоспела как раз морковь. Скоро ещё должна подоспеть картоха после этого. Надо культуру, у которых разное время созревания, чтобы они испортиться не могли и сменяли друг друга. Так, на фермерский дом у нас не хватает немножко брёвен. Значит, надо помогать им обязательно, чтобы они успевали больше циклов сделать за это время. Потому что у них приоритет на сбор урожая. Соответственно, никто ничего не засевает, когда приоритет на сбор урожая. А может быть, им тогда приоритет поставить не на сбор урожая, а на посев? Не, на посев, наверное, мы поставим вот этим вот, ребятам. То есть у нас двое будут на посев, двое будут на сбор, и, соответственно, будут друг другу помогать, когда что-то там есть. Ладно, на этой прекрасной ноте тогда пока, опять же, никто не подох. Ну, кроме как от старости. Вон, Ява у нас умирает. Принцесса Ява умерла от старости. Но это нам никак не помешает, потому что у нас осталось еще 33 бобра и 8 детей. Простите, 8 бобрёдышей. Тогда в следующей серии продолжим. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры сделал DimaTorzok